Здравствуйте! Вы смотрите Народное телевидение Хибины. Продолжаем знакомить вас с книгами, изданными Коэнсеран. И сегодня мы будем говорить про уникальную природу нашего Заполярья. Хибины. Природа и человек. Так называется 300-страничный труд 17 ученых, краеведов, сотрудников музеев, которые кропотливо собрали всевозможные данные о Хибинах. От историй их первооткрывателей и развития промышленности до современного состояния особо охраняемых природных территорий. А еще КНЦ выпустил два информативных красочных путеводителя. Впрочем, подробнее об этом расскажут сами авторы. Евгений Боровичев, заместитель генерального директора КНЦ РАН по научной работе. И Денис Давыдов, заместитель директора по научной работе Полярно-Альпийского ботанического сада института имени Аврорина. Евгений, Денис, здравствуйте! 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 Давайте начнем, наверное, с книги. Все-таки 300 страниц с плюсом. 17 человек, которые принимали участие, кто эти люди, кроме вас? Ну, смотри, давайте начнем с того, что Хибины 90 лет осваиваются, более 90 лет, и накоплен очень большой массив информации. И оказалось, что такого краткого путеводителя или энциклопедии, или книги, где можно найти разные данные, не оказалось. На разные темы, да? На разные темы, да. Но очень много научных разных книг, источников по геологии, по отдельным минералам, по отдельным растениям. Но ведь у нас огромное количество туристов приезжает, гостей, они хотят знать про эти Хибины. Сразу и все? Они откуда. И поэтому очень много расплодилось псевдоинформации, какой-то лжеинформации, я бы даже сказал. И когда мы готовили музей Хибинариум Польского научного центра, пришла идея, что чтобы вот те материалы все, которые мы собрали, чтобы они не пропали. И вот они были собраны в такую книгу «Хибины природы и человек», где мы находим информацию и о минералогии, и о происхождении Хибин, и о топонимике, и о растительном животном мире, и об особо охраняемых природных территориях. Отвечая на ваш вопрос, а для того, чтобы закрыть такое огромное количество тем, нам понадобились ведущие ученые-краеведы. И, собственно, это ученые Кольского научного центра. Это и геологи, и ботаники, и экологи. Это и краеведы. Ну, такие, как, например, Диана Дударева, которая написала раздел по топонимам. Это Григорий Ильин, который написал раздел по словам. Знакомые фамилии, имена, все известные. Все известные люди, конечно. Поэтому 17 человек. Но это все не чуждые ни науки люди, ни популяризации. Я думаю, горожане, наши зрители их очень хорошо знают. Денис, вы за какую часть отвечали? За что? Отвечал за небольшую часть, посвященную водорослям, которые встречаются на территории Хибин. Это часть раздела, который включает в себя описание растительности и флоры. Так, то есть водоросли там, видимо, да, грибы, лишайники. Да. Все имеется? Конечно. Ничто не забыто. Но здесь очень важно 17 авторов. И вот была важнейшая задача, чтобы это, с одной стороны, сохранить авторский стиль, с другой стороны, чтобы это не смотрелось, как какие-то вот такие, знаете, по кочкам шагания. И мне кажется, что удалось. Вот у книги два редактора. Один из них я и второй Наталья Григорьевна Королева. Конечно, эта работа была проведена очень большая. И мне кажется, книга звучит, она имеет, безусловно, от раздела к разделу некоторые перепады, но это звучит как такой авторский подход, но при этом довольно ровно по стилю. И мне кажется, что там среди всех преимуществ, которые есть у этой книги, это один из них, это одна из удач этой книги. Еще одно достоинство этой книги, она смотрится, то есть смотрятся. Вот книги, они делятся на тех, которые приятно держать в руках, и которые, ну, посмотрел и убрал подальше. И скучно. И скучно, и они плохо в руках их, ну, неприятно держать. Захотелось подержаться. Да, конечно. И, собственно, ну, хорошее дело вообще быстро не бывает, мне кажется. На два года это много или мало, Денис? Как вам кажется, в вашей практике? Быстро, конечно, книги не пишутся. Правда, очень красиво. Были объективные трудности, которые связаны не с работой, там, над текстом или с редактурой, связаны были больше, да, с поиском формата, как бы она должна выглядеть, эта книга. Такой формат, мне кажется, самый вот ходовой, такой прям удобно в руке держать, тот самый размер. Ученые привыкли к академическим изданиям, поэтому, когда верстку представили, то были некоторые споры по поводу того, должно ли это быть более современно, либо более академично так представлено. Все-таки мы собрали определенный баланс, и чтобы книга выглядела и современно, но при этом у нее был академический дух, чтобы читатели, они понимали, что это труд, основанный на многолетнем опыте ученых, и не просто издание, которое написано людьми, которые собирают там рефераты, да, либо там какие-то, ну, не в обиду вам журналистки, издание, да, чтобы все-таки это отражение, пусть и в популярной форме, но научных знаний. Вот когда приезжает любой турист Хибины, он слышит вот эти вот заклинания Вудьер, Чор, Айковин, Чор, Тахтар, Вумчор. Как вы их быстро произносите легко. Да, я долгие годы практики. А с другой стороны, ведь Саамы были, с одной стороны, очень мирный народ, с другой стороны, очень практичный. Они называли горы так, чтобы им было удобно. Тахтар, Вумчор, Чор, Гора, Перевал, Тахтар, Желанный Отдых. То есть, если мы знаем эти правила, то гора в долине Желанного Отдыха. Знаем, что Исамов там 200 лет назад ждал Желанный Отдых. И, видимо, нас тоже ждет там чего-то, нам туда пойти и посмотреть. А я хочу спросить еще и про иллюстрации вот эти красочные. Я как раз сейчас, когда листала книгу, увидела, что автор одной из фотографий, как раз-таки Денис. Я так понимаю, что вы сами себе и фотографы, да, и писатели? Во многом, да. То есть, вообще, ученые-биологи, они в основном полевики. И в экспедициях, помимо сбора материала, еще занимаются часто и фотофиксацией. Но иногда это перерастает у многих в хобби. Это становится таким приятным дополнением своей работы, когда ты можешь потом продемонстрировать те места, где тебе удается побывать в экспедициях своим близким и знакомым. Поэтому здесь много авторских фотографий. То есть, из 17 авторов, я думаю, что больше половины. Почему живем с вами среди растений и животных? Мы их ничего не знаем. А все-таки, если мы говорим о водорослях, ну, можно показать, что в виде колонии слизь какая-то. А если мы эту слизь рассмотрим в микроскоп, так там же чудные вот эти ниточки, какие-то клеточки. И как раз вот на фотографиях мы это видим. А если мы что-то узнали, мы это уже полюбили. И мы уже, в следующий раз, купаясь в Большом или в Малом Вудьявре, ходя по этой слизи, мы уже будем не с отвращением к ней относиться, а понимать, что там клеточки и тоже жизнь. Помимо книги, в этом году был выпущен еще и «Путеводитель». И еще один был выпущен в 2021 году. Вот что это за «Путеводители» и что можно о них рассказать? Денис, вам слово. Это традиционные здания, но был большой перерыв. То есть последний раз «Путеводитель» по территории сдавался 20 лет назад. И периодически эту информацию нужно обновлять и представлять в новом виде. То есть меняются объекты на территории. Собственная задача «Путеводителя» — показать посетителям, провести, так скажем, такую виртуальную экскурсию по всем нашим объектам. Это питомники открытого грунта, которые у нас представлены в Кировске и в Апатитах. Там высажены растения, привезенные в Мурманскую область, растения, свойственные для флоры в Мурманской области. Есть деления на травянистых и древесные. И растения, которые представлены в оранжере, то есть тропические и субтропические виды. И отдельно глава посвящена естественной растительности, потому что территория ботанического сада не ограничивается подножием горы, но включает еще довольно большую площадь заповедной территории на склоне горы Удья-Варчор. И по данной территории проходит экологическая тропа, которую мы возобновили не так давно, как туристический продукт, которым можно пользоваться. То есть это отдельный вид деятельности ботанического сада. Собственно, по данной экологической тропе экскурсия также освещена в путеводителе. А второй путеводитель, который более специализированный... Процитирую, как он называется. Да, если у нас первый путеводитель, там все просто, да? Полярно-Альпийский ботанический сад-институт имени Аврорина. Вот, то здесь экологическая тропа или тропа географов, гольцовые пустыни плотов Удья-Варчор, грибы горы Удья-Варчор, точка. Маршруты для природно-познавательного туризма на территории Полярно-Альпийского ботанического сада-института имени Аврорина, КНЦРАН в Хибинских горах. В скобочках Мурманская область. Да, это коллектив авторов. Три человека являются сотрудниками ботанического сада. Четвертый Юлия Ростиславовна Химича, сотрудник Института проблем промышленной экологии «Север». Да, мы помним, это тот сотрудник, который нас по грибам все время активно консультирует. Да, специалист по грибам. И это отдельное издание, оно продолжает серию, так скажем, потому что здесь более подробно освещены маршруты как раз по заповедной территории. То есть здесь можно пройти с путеводителем по склонам горы у Диаворчоры, даже подняться на плато, познакомиться с гольцовым поясом, то есть с поясом такой разреженной растительности. Этому посвящен отдельный раздел, отдельная экскурсия. Ну, а четвертая часть, да, то, что посвящено грибам, это специфический маршрут, который предлагается в осеннее время, собственно, когда появляются там шляпочные грибы в большом количестве, и любители такой тихой охоты могут на нашей территории познакомиться с видами грибов, узнать более подробно о съедобных, о не съедобных видах, и потом, путешествуя самостоятельно за пределами уже территории ботанического сада, осуществить, так сказать, свою тихую охоту. Тихую познавательную охоту. Надо обязательно сказать об первом авторе и авторе идеи книги по экологическим тропам. Это Наталья Королева, сотрудник ботанического сада. И ей принадлежала идея, она смогла собрать остальных авторов, чтобы они поверили в эту идею. И мне кажется, книга получилась, потому что она пользуется очень большой популярностью, ее покупают, ее спрашивают. И гуляя летом по Хибинам, я неоднократно встречал людей, которые идут с этой книжкой. Потому что Денис сказал о том, что ценность этой книги, в том числе, это не только по ботаническому саду. Увидев на картинке то или иное растение, мы его увидим в другой части Хибин, и мы познакомились, повторюсь, мы с ними познакомились, и уже будем встречать ту же Дриаду или Мак, уже как доброго друга. И уже не сорвем просто так. Путеводители можно приобрести, если ты приезжаешь в ПАПСИ, в Полярно-Альпийский ботанический сад-институт. Есть просто экскурсия, а есть с возможностью приобрести. Я так понимаю, чуть-чуть подороже, но зато у тебя остается прекрасный, красочный экземпляр. Точно. Да? Так и есть. Ну и последнее, что хотелось бы еще отметить. Вот есть у нас тут такие замечательные коробочки зелененькие. По-моему, Лапланский маг изображен. Все верно? Да? Что это такое? Ну, это продолжение всей этой деятельности, о которой в том числе мы говорили. Это карты, игральные карты с изображением растений Мурманской области. Причем, если мы откроем колоду, то мы увидим, чем меньше номинал, тем более частые растения. То есть двойка – это береза, ель, сосна. Чем выше номинал, тем более редкое растение. Там, не знаю, тузы – это редкие орхидеи. Что-то такое совсем краснокнижное, да? Внесенное в Красную книгу обязательно, конечно. Мы сталкиваемся с тем, что многие взрослые люди, гуляя по хиберам, не знают многие растения. Это им подспорье. Ну и можно использовать эти карточки как там… Все подписано. Как запоминание и так далее. Надо сказать, что этот сувенир стал в этом году лучшим дорожным сувениром в конкурсе комитета по туризму, которую они проводили летом. И, конечно, очень приятно, что коллеги оценили это, потому что многие говорили о том, что что-то за глупость такая. Во-первых, вы пропагандируете азартные игры. Мне кажется, мы не пропагандируем ничего… Интеллектуальные игры. Ничего запретного. Пропагандируем охрану природы и сохранение редких видов, в частности. Это очень такая интересная, необычная форма. Вот и все. Придумывайте и дальше. Пишите, фотографируйте, творите. А мы будем с удовольствием приобретать, изучать, ну и стараться не повредить нашу хрупкую, северную, уникальную природу Хибин. Спасибо большое, что пришли. Ну и что-нибудь новенькое, если еще появится, приходите. Мы всегда рады рассказать о новинках. С удовольствием. До свидания. Спасибо. Спасибо, спасибо большое. Ну а я напоминаю, что сегодня мы говорили о книжных новинках, связанных с уникальной природой Хибин. И это далеко не все то познавательное, научно-популярное, что выпустили сотрудники КНЦ. Продолжим говорить об этом и в следующих эфирах. А пока, до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова